Антона Добрый день Сегодня я хотел бы рассказать о весьма важной и в то же время огромной теме использования промежуточных языков для реверс инжиниринга и обратного анализа программ как статически, так и динамически Пару слов о себе я работаю в компании комбезопасности и активный участник проекта Радар-2 и мое как основное занятие так и хобби тесно связано с реверс инжинирингом Для начала краткий обзор что же такое промежуточные языки и промежуточные представления и какие существующие моменты воплощения и воплощение есть уже на рынке как в виде платных так и в виде опенсорсных продуктов Вы можете видеть определение Intermediate Language в общем-то оно довольно простое это фактическое представление программы в виде универсального ассемблера для некой виртуальной машины и в зависимости от цели для которой создавался этот промежуточный язык как синтаксис, так и свойства Intermediate Language могут отличаться также очень часто путаются понятия Intermediate Language и Intermediate Representation на самом деле это два разных но в то же время связанных понятия в первую очередь Intermediate Language это язык который можно изменять и на котором можно написать программу например как LLVM ByteCode но в то же время LLVM ByteCode может быть Intermediate Representation Representation также может быть и графовое представление которое очень трудно увидеть в виде текста поэтому Intermediate Representation нельзя назвать языком соответственно как правило эти понятия сильно связаны и в большинстве программ Intermediate Language это просто удобное для человека или для машины представление Intermediate Representation это является правдой как для LLVM так и для многих других компиляторов и декомпиляторов соответственно в современном мире особенно для анализа нативных программ Disassembler попросту неэффективен особенно если анализ происходит в потоке и на большом количестве сэмплов существует много методов ускорения такой обратной разработки и поэтому один из таких методов это декомпиляция декомпиляция по себе очень сложный процесс и практически ни один современный декомпилятор не обходится без аплифтинга перевода нативного кода в промежуточное представление а то и не одно соответственно промежуточное представление актуально как для компиляции так и для декомпиляции поскольку эти процессы взаимосвязаны и практически одни и те же шаги повторяются в обоих случаях кроме того теория декомпиляции сейчас активно развивается просто мы видим меньше результатов ввиду меньшего количества исследователей меньшего количества людей которые заинтересованы в теории компиляции и разработке современных компиляторов за последние годы очень большой прогресс случился с созданием виртуальной машины и утилит к ней на базе LLVM соответствующие утилиты были созданы как для компиляции так и для анализа бинарного кода для реверс инжиниринга для трансляции LLVM языка в другие представления и даже декомпиляторы на базе именно этого языка на данный момент существует больше 20 различных промежуточных языков более-менее универсальных из них наиболее распространены порядка пяти о которых я расскажу и большое количество либо проект нескольких человек либо академический проект который был сделан и практического применения его не было и также все исследования о промежуточных представлениях о их оптимизации это фактически база для последующих и уже активно развивающихся направлений как SMT решения кусков программ и на их базе создания automatic exploit generation и automatic exploit patching systems были показаны практические применения на базе binary analysis platform и LLVM по автоматической генерации exploit и даже их patching несмотря на то что данные системы пока представляют лишь академический интерес потому что в практических сценариях они не способны найти сколько-либо работающий баг и например создать exploit к нему либо создать бинарный patch для этого бага соответственно один из самых знаменитых и один из самых старых языков по межуточному представлению это Rail он впервые был создан компанией динамикс очень знаменитый из таких продуктов как бинави и биндив со временем он стал популярен и для неких сторонних продуктов но к сожалению из-за того что динамикс какое-то время забросил продукт и гугл позволил им открыть только недавно исходники очень мало утилит в итоге использовали Rail и практического распространения за исключением бинави биндив и пары других плагинов он не получил кроме того в современных реалиях Rail слишком упрощает программу каждая инструкция к примеру x86 процессора транслируется в огромное количество обкодов Rail что с одной стороны упрощает такие вещи как генерацию SMT уравнений и последующие их решения но с другой стороны за огромным количеством низкоуровневых операций можно легко потерять изначальный смысл программы даже который может быть более очевиден на примере оригинальных ассемблерных команд соответственно соответственно две основные вещи которые важны в этом языке и которые повторяются среди многих различных вариаций других языков и их имплементации это бесконечная память виртуальной машины и бесконечное количество регистров это главный главные два свойства которые позволяют фактически преобразовать любую программу за исключением специальных случаев в программу для некой виртуальной машины рейл и есть один минус который опять-таки я покажу позже он общий для практически всех интермедиат лэнгвиджис это отсутствие поддержки команд по работе с числами с плавающей точкой и разные языки используют разные пути обхода этого например некоторые просто игнорируют эти команды тем более например на x86 эти команды не так часто действительно важны для реверс-инжиниринга особенно для security аудита или поиска багов некоторые команды пытаются их трансформировать в команды работы с обычными числами что тоже может сильно повредить логики и оригинальные утилиты были написаны на java что тоже ограничивает в некоторой степени применение этих утилит особенно в сторонних программах продуктах и так далее рейл это фактически один из самых простых языков на данный момент есть всего 17 инструкций собственно по ссылке можно найти их описание я не стал приводить потому что объем материала огромный в презентации которая будет доступна позже каждый каждый интермидейт лэнгвичис был сопровожден ссылкой на материалы по нему и кроме бесконечных регистров от R0 и до бесконечности также можно создавать алиасы которые фактически представляют имена регистров для конкретной архитектуры что как показывает практика упрощает понимание без использования сторонних утилит что происходит в тексте программы выведены на интермидейт лэнгвич второй самый знаменитый и пожалуй наиболее продвинутый в некотором смысле на данный момент это язык Билл как часть платформы БАП Binary Analysis Platform этот язык очень хорошо развит так же как и утилита к нему есть огромное количество сторонних плагинов по поддержке интеграции БАП в IDAPRO Кира и например такие отладчики как Волатилити которые позволяют сравнивать результаты к примеру SMT solving с результатами выполнения программы для ускорения отладки он использует фактически весь набор утилит так же как и ЛВН полностью написан сотрудниками Carnegie Mellon University которые практически каждый год выпускают новые исследования на тему анализа данных на основе промежуточных представлений и они же опубликовали большое количество исследований по automatic exploit generation и automatic exploit patching но у него есть два больших минуса это ориентация в первую очередь на PC платформу и совсем с недавнего времени на ARM огромное количество платформ которые предоставят интерес для реализации инжиниринга например как MIPS теперь еще и такие процессоры как PowerPC разные устраиваемые платформы не поддерживаются и отсутствие floating point но числа с плавающей точки не поддерживается практически нигде так что это не является каким-то выделяющимся минусом у него есть интеграция с таким проектом как TEMU это фактически форк и обвязка над QEMU позволяющая интерпретировать и выполнять и производить решение на базе SMT теорий для программы и для всей операционной системы к примеру загруженной в QEMU подобный подход еще реализован в более распространенном и знаменитом на данный момент подходе это два фреймворка это Panda и S2E фреймворк Bitblaze и Bitblaze это платформа аналогичная BAP причем авторы зачастую совпадают это Carnegie Mellon University и один научный руководитель Дэвид Брумли он точно также этот фреймворк базируется на Intermediate language но в этом фреймворке они постарались исправить некоторую ошибку binary analysis платформ тем что они выбрали два промежуточных представления первое это он же активно используется в одной из популярнейших программ valgrind для эмуляции кода он чем-то похож на рейл с большим количеством команд и возможностей но он очень низкоуровневый и учитывает принудительно все сайд-эффекты к примеру такие вещи как e-flux даже если e-flux не меняется он должен описать все его поля и более высокоуровневый язык это вайн в процессе обработки и анализа векс превращается в вайн и урезаются многие сайд-эффекты которые не представляют интереса при этом также позволяется внедрить код свой виде плагинов анализа из представления векс в представление вайн и на базе вайн уже был создан несколько фреймворков по автоматическому поиску уязвимостей при этом вайн умеет одновременно обрабатывать данные как статические так и данные поступающие от отладчика к примеру но у него также как и у binary анализ платформы есть тоже один с одной стороны плюс потому что он упрощает разработку и позволяет использовать высокоуровневые конструкции но с другой стороны это и существенный минус потому что программистов на OCaml довольно трудно найти и OCaml до сих пор не портирован толком на платформы windows что тоже сильно ограничивает применение этих утилит как вы увидите дальше vex.ill является основой не только для вайн в составе фреймворка bitblaze но он еще и применяется в совсем новом проекте open rail я упомяну его чуть позже и он ближе всего находится по возможностям и по синтаксису к eSeal потому что eSeal о котором я буду рассказывать это достаточно низкоуровневый язык он тоже должен учитывать сайд эффекты и на данный момент основной его целью является эмуляция мы также используем такой подход что у нас есть два языка это eSeal это низкоуровневый и совсем недавно появился язык radicoil это высокоуровневое представление по поводу вайн интермедик ланович у него как у всех бесконечная память и регистры но отличие это поддержка типов и область действия переменных в этом языке фактически можно использовать и определять собственные переменные не только регистры но и определять типы например вайн умеет отличать сайнд от ансайнд и умеет выделять указателя это были самые распространенные языки которым уже было создано большое количество утилит внешних так и в виде платформ и интеграции с другими утилитами которые активно используются в отрасли айдопро различные отладчики и так далее но есть и довольно интересная концепция новых языков которые к сожалению не не ушли дальше академических исследований и не имеют публичных закрытых или открытых реализаций и тем более утилит для работы с ними два самых интересных и выдающихся языка это рейл с двойной р он был переписан фактически перестроен с нуля учитывая ошибки предыдущих языков и рейл и по-хорошему различия между ними огромны и название не должно смущать это абсолютно два разных языка так же как и вайн рейл это высокоуровневый язык и он пошел еще дальше в нем появилась интересная поддержка доменов таким образом можно еще больше отделить скажем уровень анализа или область действия типов на разных участках кода даже в одном исполняемом файле и второй язык который достоин напоминания это майл его главное отличие он был построен для анализа именно малварию при этом он тоже высокоуровневый но позволяет куски взаимодействия с системой оставлять нативными то есть можно в виде intermediate representation показать кусок кода являющийся интересным для пользователя или для ресерчера и часть кода можно выполнить нативно но в случае smile он фактически был создан полностью под PC платформу под x86 и есть нюансы которые ограничивают его применение для других платформ особенно для архитектур отличных от 32 бит или 64 бит таких архитектур как с очень длинными инструкциями или битностью например в 46 бит или 96 битной архитектуры или 4 битной архитектуры и как у многих других отсутствие поддержки работы с плавающей точкой майл это единственный язык который позволяет программе перезаписывать себя именно виртуальной машине в виде intermediate presentation но практика показала что в современном мире особенно с технологиями защиты экзекютаблс практически не имеет смысла исследовать перезапись программы себя самой ввиду разных защит поэтому ввиду сильного усложнения эта фича не была никем адаптирована и самый молодой проект от небезызвестного хакера крэш это фактически попытка возродить рейл с учетом ошибок и опыта предыдущих проектов и в то же время не переносить его на высокий уровень как это было сделано с вайн или рейл он его главной целью является ввод для других утилит например как решение смт или какой-то анализ фактически опен рейл сейчас имеет несколько больших отличий от рейл и несовместимы они уже между собой и для аплифтинга из нативного кода он использует хорошо тестированную библиотеку любвекс из проекта валгринт который и позволяет работать на данный момент только с PC платформой ARM я так понимаю в проекте теперь о и сил что нас вообще сподвигло на создание нашего языка во первых то что большинство авторов подобных языков ориентируется в первую очередь на PC архитектуру но reverse engineering PC executables это очень маленькая часть от того с чем сталкивается исследователь на данный день на данный момент особенно с приходом таких вещей как интернет of things исследования SCADA и встроенных каких-то вещей например как медицинского оборудования и так далее и поэтому мы его таргетировали на максимальное количество архитектур возможных те которые поддерживаются на данный момент framework radar и главное отличие многие спрашивают он не предназначен для чтения человеком как впрочем и другие интервью так также у него есть алиасы естественно бесконечной памяти бесконечные регистры но мы взяли подход когда мы можем вызывать куски нативного кода или сисколы или мы можем переопределить каждый лобкод на лету с использованием радара мы можем определять новые операнды для каких-то специальных целей например прерываний и добавлять их в виртуальную машину это реализовано в нескольких процессорах наиболее полно это можно найти в поддержке процессора gameboy в проекте radar это лишь малая часть операндов для того чтобы понять как вообще выглядят операнды и сил фактически это строковое представление мы решили не не мучиться с созданием двух видов бинарного представления и его строкового представления фактически виртуальная машина выполняет последовательность строк я уже упоминал radar это фреймворк который содержит утилиты необходимые для анализа для исследования и для патчинга нас в данном момент интересует главная утилита это утилита radar радар в ней же сосредоточена конвертация апплифтинг так называемый нативного кода в исил и другие интересные возможности вся философия архитектуры радар очень похожа на вим и юникс когда фактически каждая операция более-менее атомарна и для того чтобы сделать что-то сложное мы должны вызывать либо последовательность операции из командной строки либо что более популярно сейчас использование скриптинга и для кодирования каждой команды мы стараемся выбирать ее аббревиатуру так же как к примеру w это write по это print и для конкретного действия например распечатать диссимулированный листинг функции это print disassemble function pdf и для каждой команды доступна внутренняя справка здесь небольшой вводный экскурс в радар я пожалуй пропущу главное то что каждая команда это документировано и по аббревиатуре команд можно понять что происходит в нашем примере мы будем использовать чаще всего анализ анализ функций и print команды и у радара есть же и визуальный режим который он все еще работает в консоли но более привычное представление основной режим он командный так же как и в фактически все команды имеют какие-то свои hotkey либо набор под в первую очередь интересует набор команд analysis и сил фактически это большой набор команд которые позволяют либо вручную установить некоторую виртуальную машину по а и можно получить help если кто знаком с радаром по инициализации мы инициализируем и сил и устанавливаем параметры которые необходимы для вводные параметры которые необходимы например memory map и instruction pointer также здесь не показано но мы можем указать значение для каждого из регистров перед стартом эмуляции каждая фактически каждая отладочная команда которая имеется в отладчике radar имеет своего клона и для отладки в режиме эмуляции сил ну самые простые команды это очевидно это пошаговая step и continue until и эмуляция какой-то выбранной функции так сейчас я покажу как это выглядит фактически на данный момент мы видим командную строку и мы же видим здесь help для каждой из команд help для каждой из команд и многими любимой айда про что нас интересует в первую очередь это команды и сил здесь это платформа была выбрана не x86 чтобы показать возможность работы с другими отличными от x86 и arm платформами это довольно старая intel архитектура 8-битная 851 а это дамп микроконтроллера фактически здесь мы видим большое количество команд и это лишь короткий список которые позволяют работать с и сил нас интересует в данном демо это команды инициализации и сил и шаг к примеру на данный момент я запустил эти команды последовательно если запускать их без аргументов то они выставляют текущие значения к примеру здесь это нулевой offset и нулевой адрес здесь мы видим другой subset команд это тоже анализ и он позволяет как раз показывать регистры в случае эмуляции с и сил есть и другое представление фактически это визуальный отладчик с доступными регистрами и стеком и по по слишком много нажал и по нему точно так же можно по по шагу выходить так же как и в обычном отладчике к примеру покажу для x86 платформы как вы видите здесь мы запустили отладчик не в режиме прямой отладки в виде и сил для того чтобы запустить в режиме прямой отладки до сравнения к примеру мы должны указать это явно со специальным флагом как вы видите совершенно другой код потому что мы уже прыгнули на entry point в отличие от открытия файла в статическом анализе потому что здесь уже внедрен код библиотек рантайма соответственно здесь мы точно так же можем по по шагу выходить таким образом и сил эмулятор максимально приближен к реальности отладчика здесь фактически если кто не мог рассмотреть это последовательность команд для работы с виртуальной машиной в ручном в ручном режиме когда мы можем задавать все нужные параметры для старта машины и ходить по шагу к примеру или вызывать функции совместная отладка я покажу чуть позже с другим демо вместе один из хороших примеров был на предыдущей одной из европейских конференций использование сил для распаковки виртуальной машины бейлфу когда использовался и сил с использованием вызывался из внешних скриптов и генерировался код уже распакованный декодированный виртуальной машины ссылку на слайды можно будет найти и потом но есть и другой более применимый для ежедневного использования метод эмуляции и сил это визуальные подсказки когда мы например запускаем в визуальном режиме мы видим просто и какие-то комментарии после анализа анализа но мы можем то же самое запустить в режиме автоматической эмуляции и он будет показывать фактически значения которые примут регистра после выполнения в виртуальной машине и здесь не видно conditional jump вот g n e и j и он также соответственно указывает что вероятность больше скажем 50 процентов того что он перейдет по этому джампу или меньше что очень иногда удобно для понимания дезассимблирования и иногда можно обращаться к такого рода подсказкам соответственно поскольку и сил это низкоуровневый язык мы также захотели конвертировать его в другие языки к примеру взяли open rail как наиболее современный проект и который уже имеет утилиты для конвертации open rail к примеру смт-солвер и какой-то анализ мы можем конвертировать и силу строку в рейл-представление к примеру возьмем одну из возьмем нет это не та инструкция давайте откроем заново возьмем простейшую инструкцию ксору теперь мы можем напечатать и силу строку для выбранных хекс значений это фактически к сожалению здесь плохо видно из-за того что на промежуток между мониторами это и силу представления так видней и силу представления этой простейшей операции здесь видно что затронуты регистры и бп и здесь выставление флагов это обратная польская нотация но мы можем также использовать команду аетер которая будет конвертировать в рейл-представление для этого нам надо всего лишь запустить это open rail представление этой команды теперь вы понимаете почему я говорил про многословность rail был похож по синтаксису здесь учитывается все сайд-эффекты соответственно вывод это этого представления мы можем использовать дальнейшим в утилитах open rail и здесь же хороший пример цепочки команд когда мы как и в unix консоли передаем ввод одной команды на ввод другой это это демо я пожалуй пропущу но она будет доступна в слайдах и один момент который я хотел бы рассказать это декомпилятор над которым мы сейчас работаем как я уже говорил и сил это низкоуровневый язык и он таргетирован в первую очередь на эмуляцию и какой-то простейший анализ например а на данный момент и сил позволяет предполагать типы аргументов и возврат функции но соответственно мы сделали второй высокоуровневый язык radico il radico это наш декомпилятор он написан на раст который с одной стороны это высокоуровневый язык но с другой стороны он портирован на все платформы и на данный момент активно развивается radico il использует пайпы для соединения с радаром и фактически разговаривает с радаром в обе стороны на вход он получает и сил и какую-то мета информация файлы например список функций в случае отладки он воспринимает на вход значения и так далее и обратно он может возвращать комментарии почему мы решили свой декомпилятор потому что на данный момент x-race несмотря на всю его крутость имеет ряд ограничений особенно из которых то что в нем используются устаревшие алгоритмы и нет например правильной правильного автовывода типов и он очень много значений например указателей считает просто integer но в то же время современные алгоритмы позволяют вычислить тип например то что это pointer или нет и sign для каждого номера числа и мы не можем изменить код по очевидным причинам а существующие другие декомпиляторы базированные LLVM или например такой старый декомпилятор как Boomerang они не используют все эти результаты которые допустим показали Дэвид Брумли его команда все эти исследования автовывод типов и так далее которые можно будет найти в ссылке мы решили стартовать собственный проект который будет основываться на исил и данных в радар он будет переносим между платформами то есть мы ориентируемся не только на PC но и на все платформы которые будут поддерживаться которые поддерживаются и будут поддерживаться радаром и мы стартовали этим летом Google Summer of Code и большая часть кода уже сделана Радико уже умеет работать но в нем нет еще генерация C-кода что Радико умеет сейчас это в первую очередь весь его язык это графовое представление с разными типами нодов с аннотациями и мы исследовали все важные реализации Intermediate Languages на данный момент и последние исследования команды Дэвида Брумли из Carnegie Mellon University мы используем аплифтинг до single static а signal форм до преобразования в радико ил таким образом мы отсекаем огромную часть кода и и потом запускаем deadcode elimination также есть поддержка базового вывода типов как описано по ссылке но пока вывод типов реализован только для так называемых базовых типов C это integer разные типы integer и так далее комплексные типы пока не умеют обрабатывать на демо уже нет времени но радико доступен на гитхабе и его можно попробовать он компилируется по всей платформе что он данный момент умеет он умеет декомпилировать в графовое представление то есть мы можем открыть это в виде диаграммы xdot он умеет декомпилировать все платформы которые есть радары и которых поддерживается esil на данный момент к сожалению не поддерживаются floating point так же как и везде векторные инструкции и long очень длинные инструкции для некоторых dsp поддержка которых есть в радаре что мы планируем сделать это в ближайшем будущем это буквально несколько месяцев это интеграция esil vm и результатов декомпиляции в гуи которые существуют это вебуи и бокен это сторонние утилиты и у нас есть к примеру я сейчас покажу быстро так называемые асцеграфы сейчас тут довольно большая функция подобного рода есть возможность увидеть прямо в консоли графы есть возможность генерации сторонние утилиты соответственно мы планируем убирать лишний код который радику пометил как dead код и к примеру добавлять информацию на них из этого кода кроме того один из самых интересных моментов о которых в том числе рассказывал александр матросов на своем воркшопе это автораспознавание вещей которые существуют для программистов уже не одно десятилетие но большого количества утилит и отлично работающих нет утилит для реверс инженеров которые умеют распознавать объекты классы и распознавать типы отличные от integer от pointer и так далее хотя огромный пласт академической работы был уже сделан но ни одной практической утилиты так и не было написано соответственно наша цель это внедрить в код радику все эти методы и один из главных моментов на которых мы хотим обратить внимание то что радику имеет перемещивную лицензию и мы приветствуем использование его как библиотеки в сторонних продуктах как свободных так и коммерческих и собственно список ссылок который будет интересен для тех кто хочет углубиться в эту тему потому что тема огромна особенно последующий анализ здесь есть куда расти внедрять смт-солвинг в повседневные утилиты внедрять анализ оптимизации и так далее так далее какие у вас вопросы есть да да простите не слышно у и есть но к сожалению что бокен который третий сторон не учит что веб интерфейс они не отражают большей части возможности радара так такого нет пока ну есть я уже говорил блоки но да как вы решаете вопрос например когда происходит вызов внешне какой-то функции как это как я упоминал мы можем определять колбеки на сисколу к примеру или же на какой-то обкот и сил или же на вывод на работу целой функции такой как принт в смысле того что как вы учитываете результат работы функции на регистре после работы функции то что она вернула в смысле параметр функции ограничение модель так сказать ну то есть вот например даже в том примере когда вы подсвечиваете какие будут значения после выполнения данной инструкции с какой вероятностью произойдет джамп как вы при этом учитываете вызов внешних функций ну и как например в режиме эмуляции вы эмулируете выполнение в или в подсветки когда в виде сделанном в виде комментариев значения регистов и лайкли лайкли для джампов мы не учитываем вызов внешних функций на данный момент но если мы инициализируем вручную с аим и так далее то мы можем указать коллбеки для каждой функции вот у вас там был интересный режим эмуляция в режиме и сил как эмуляция в режиме и сил у вас была и как при этом приходит эмуляция когда вы вызываете какую-нибудь внешнюю функцию например в vnip ну в общем любую форму для этого должна быть создана некое подобие модели на данный момент есть модель для ческолов к примеру для венокса но эта модель фактически база данных которая потеряет поведение то есть для венопи на данный момент нет такой модели но ее легко создать слайды будут доступны с ссылками как только кто опубликует их на зернальце спасибо спасибо аплодисменты аплодисменты спасибо 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 спасибо